В нашем эфире Марк Фейгин, правозащитник, политический, общественный деятель. Здравствуйте, Марк. Добрый. Рад приветствовать. Здравствуйте. Давайте обсудим новость, такая под рубрикой «Свершилось». Папа Римский признал Россию захватчиком Украины, а украинцев народом мучеником из-за агрессии РФ. Его цитата. «Когда я говорю об Украине, то говорю о народе мученики, мученическом народе. Если существует мученический народ, то есть тот, кто его мучает. Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что имею много информации о жестокости войск, которые вторгаются». Вот ранее Папа Римский немного другой риторикой нас также удивлял, а вот теперь так заговорил. Как прокомментируете это? Ну, вроде как он, когда делал пасы в сторону Москвы, говорят, что он вел переговоры об освобождении некоторых пленных из Азовстали. Если это действительно так, то, как говорится, словами Святого Писания все простится, и так далее, так что ложь в спасении. Так что я думаю, всех, кого могли спасли, вместе с вами он выполнен, теперь может от себя что-то сказать. Марк Захарович, только что общались с Юрием Фельштинским. Да, с Юрием Фельштинским видел, да. Да, да, да. Так вот он говорил, что прежде всего в России надо там не Путин свергать и так далее, а распускать ФСБ, да, что главное зло России, да, это ФСБ, и не только России и Украины в том числе. Вы согласны с этим? Ну, он, в принципе, да. Он ФСБ обозначает как систему власти. То есть я рассматриваю ФСБ как несущую конструкцию, как, знаете, ядро политической системы, это именно спецслужбы, корпус спецслужб. Это не только ФСБ, ФСБ главная, конечно, в этом смысле структура, но это и отчасти ФСО, которое, в общем, осуществляет значительную роль в государственной политике, это внешняя разведка, это, так сказать, и ряд других. В общем, в целом, да, он прав. Коллегия ФСБ, это действительно политбюро, и, в общем, мы не раз это обсуждали с ним, с Юрием Георгиевичем. Он прав, потому что есть персональный Путин, он часть системы, ее олицетворение, но он же ее и архитектор, и одновременно ее продукт. Вот так вот это сильно переплетено. Мы не до конца понимаем, что и с исчезновением Путина, только Путина, посыпется ли система, потому что Россия традиционно, исторически, она такая центричная система, потому что в центре ее находится сюзерен, вот такой монарх или там кто угодно, как его назови, помазанник, как только исчезает его фигура и весь ее сакральный наполнитель, то и система начинает, в общем, подтачиваться. Ровно так исчезло Коммунистическое политбюро, и осыпалась коммунистическая власть советской системы, кстати сказать. А вот выжило только КГБ, как это ни странно. И вот КГБ реинкарнировалось, сумело за десятилетия 90-х себя самовоспроизвести, довести до уровня государственно-образующей, структурой. И, в общем, да, он прав, что если за Путиным не избавиться от этой политической конструкции, то, безусловно, конечно, ничего не решится, все реинкарнируется в очередной раз. Это он прав, да. Марк Захарович, есть еще вот такая информация. Маргарита Симоньян призвала привлечь покинувших страну россиян, критикующих политику Кремля, к уголовной ответственности по статье о госизмены. И одновременно, это у Соловьева она призвала, одновременно эксперты Совета безопасности России заявили о необходимости усилить противодействие вмешательства Запада в дела Москвы. Кстати, вот под этих предателей Родины госизмен, да, там, по-моему, Илья Пономарев попал, если мне память не изменяет. Вы, кстати, тоже можете попасть, да. Как думаете, это просто, просто такие эмоциональные заявления или действительно еще и до такого может дойти? Да пусть до холода. Это же она себе обвинительное пишет. Я лично буду затягивать шнурки на ее личном деле с единственным только исходом. Как говорится, у нас для вас, как говорят в Зоне, не буду, это плохой анекдот. А, в общем, одним словом, пусть они могут что угодно делать, хоть краковяк низкий танцевать, понимаете? То есть, все запомним, все поднимем, все подожжем. Она в другом месте сказала, надо же всех в Гагу отправить. Нет, мы в Гагу ее не отправим. Гага для нее будет желанным местом. Там хорошая тюрьма, теплые унитазы. Нет, она будет у нас. Мы ее оставим себе. И мы над ней уж, как говорится, от души, от души. Гага – это за большие заслуги будет. За большие заслуги. Поэтому все, что они там говорят, никакого значения не имеет. Пусть говорят, потому что проще будет их расстреливать. Вот, кстати, про Гагу стало известно по словам украинского генерального прокурора, что уже 18 стран расследуют преступления России в Украине. Вы, как юрист, объясните, кстати, насколько это сложный процесс, 18 стран, преступления в Украине, военные действия, когда невозможно приехать, собрать доказательства. Насколько это может растянуться, но и к чему в итоге приведет? Если я правильно понимаю, это привлеченные, собственно говоря, через сотрудничество правовое со странами, партнерами, эксперты различной роды, криминалисты и так далее. Нет, там именно возбудили уголовные дела в рамках своего законодательства. А, в рамках своего законодательства. Ну, я деталей не знаю, надо понять, как это происходит, потому что здесь экстерриальность действует, то есть, значит, каким-то образом имеет основания для возбуждения уголовных дел. Я знаю, что несколько таких запущенных процедур, разных судебных, например, квазисудебных, например, с международным судом в попытке, значит, привлечь страны, которые могут учредить свой трибунал. Вот такая есть инициатива. А что касается расследований, например, я знаю, что, например, в ту же Бучу в Изюм приглашались эксперты, они как бы представляли некую международную расследовательскую часть. Все-таки это можно осуществлять на основании правовых соглашений. Если что-то там возбуждается, я просто деталей не знаю, мне сложно прокомментировать, по каким основаниям возбуждены они в других странах. Наверное, для этого достаточное основание. Но вот по части осуществления различного рода процессуальных действий, привлечения там разного рода генетических экспертных институтов, криминалистических, различного рода судебно-медицинских и так далее, на Западе это очень уместно, потому что, во-первых, это способствует объективности расследования, но, условно говоря, извлекают труп. Вы же понимаете, при современных уровнях методов криминалистики и анализа различного рода экспертиз, выяснить, когда он убит, чем убит, при каких обстоятельствах вообще сложности не представляют. Когда человек умер, при каких вообще никакой сложности нет. Сейчас такие методы, что вплоть до секунд могут досчитать и как, и что, и так далее. Что там в содержании, ну, разные есть анализы, в волосах, там подкожные, вот эти подногтевые снимают, собственно, дактилы делают при изгумации, значит, скрытие и так далее. То есть, установить, кто убил и как убил, и когда убил, вообще не представляет никакого труда. И привлечение международных экспертов она создает, между прочим, ну, я вот это прокомментирую, возможность для объективности, чтобы вот это ж не мы, это международные эксперты установили. А они устанавливают факты, которые удостоверяют то, что, значит, кем убиты эти люди, вот в результате оккупации, в результате преступных действий, да, иностранные. Поэтому никому не надо больше ничего доказывать. Вот. А что касается юрисдикции, ну, наверное, так сказать, вознуждаются и дела, потому что объектами посягательств возможно становились иностранные граждане, что тоже не исключено. Поэтому дела могут вестись. Деталей не знаю, по сожалению. А скажите, пожалуйста, может ли война вот эта, которую Путин развязал и которая уже привела к изменениям во многих сферах жизни многих стран, не только Украины, и вообще к геополитическим изменениям, может ли эта война привести и к изменениям в международном праве, да, к тому, что появятся какие-то новые конвенции, то, что суды появятся, мы уже поняли, да, к трибуналам идет. Но вот сдвиги в этой области могут быть и какие? Ну, вот мы говорим об альтернативной универсальной юрисдикции, потому что, ну, вот, ну, та, которая производной является от ООН, она же не работает. Почему? Потому что Россия страна-учредитель. А ООН и, так сказать, занимает место постоянного члена и может, обладая правом вето, блокировать любые попытки производства по делам, создания трибунала по Украине, который должен пройти, Совет безопасности и так далее. То есть, соответственно, нужны какие-то альтернативные структуры на глобальном уровне. Я считаю, ООН себя, в принципе, изжила. Знаете, была многократно обсуждаемая идея создания нового ООН, но только с участием демократии. Саммит демократии. Вот такая была идея. Сейчас не до того. Война и так далее. Но я вот встречался с Маккейном несколько раз. Такой был сенатор покойный, замечательный. И он был протагонистом этой идеи, что хватит уже сосуществовать в мире, в котором ценности не едины. То есть, должны существовать страны, которые создадут союз демократии, и для них будут общие правила. И другие страны, не входящие в этот союз, а, кстати сказать, минимум 60% на земле, это твердые, последовательные демократии. Ну, говорят, больше, так сказать. А по числу это 105-108 стран, это твердые демократии. Дальше уже тут разные развивающиеся системы. Вот если они создадут, другие страны все равно будут стремиться в конечном итоге попасть в этот клуб. ООН не работающая система. И вот такие страны действительно могут создать, с учетом своей территориальности, а это может занимать, так сказать, две трети пространства из земли, свои универсальные органы, которые будут работать. Это и суды, это и расследовательские органы, и обязательные ордера при их осуществлении там разными органами, типа интерполов и тому подобного. И в конечном итоге это будет работающая система. После каждой войны создавались какие-то структуры. После Первой мировой лиги наций была создана, неудачный проект, он закончился, так сказать, не состоявшись, да, он не смог воспрепятствовать началу новой войны. После Второй мировой войны был создан ООН. Вот нынешняя война, учитывая, что она, конечно, претендует на статус большого глобального конфликта, но все-таки пока еще, будучи локально в Восточной Европе, тем не менее, в качестве последствия, поскольку вовлечены в него так или иначе огромное количество стран, мне кажется, будет иметь и это последствия. Потому что, ну что там говорить, я всегда придерживался мнения, всегда его озвучил, что универсальные институции судебные далеко не совершенны. То есть они не работают. Многие уповают на них, но даже какой-нибудь европейский суд по правам человека для стран, входящих в него, далеко не абсолютная, так сказать, конечная инстанция, не терминальная. Потому что многие стран, входящие в Совет Европы и, соответственно, под подачу под юрисдикцию, конвенции европейской о правах и свободах, ну, честно говоря, там, относятся к исполнению решений СПЧ и вообще к этой юрисдикции, мягко говоря, так сказать, не обязательно. Мягко говоря. Вот. Да и сама эта институция очень слабо работающая, потому что она много лет расследует, ну, занимается, так сказать, рассмотрением обращений туда. Да, это никуда не годится для Европы, для цивилизованной. Может быть, это и хорошо, но для широкого более круга стран, все-таки Совет Европы туда входят разные страны, между прочим. Но сейчас в завычном, по сути, России и Беларуси все остальные входят. Так вот, для нее нужно создать более действенные, более эффективные институты. И я думаю, по этому пути человечество, скорее всего, пойдет. Что касается наказания виновных из неких других субстанций, вот, недемократии и так далее. Ну, так их оградят, да, то есть у них не будет возможности даже заезжать в такие вот контуры, попадать туда, вот и все. То есть для этих стран, ну, вот, будто они Иран с Северной Кореей и Россией создадут, наверное, свой, если сохранится власть в России или ее части, какой-то свой союз, свой ООН и так далее. Все другие способы, мне кажется, абсолютно несовершенны. Конечно, есть шанс, что в России сменится власть, сменится система. Придут люди, которые спокойненько этих товарищей отправят даже в существующие инстанции универсальные. Но, знаете как, это может быть, может не быть. А суд, правосудие, вообще, справедливость, она так не работает. Она должна быть неотвратима. Вот в силу ее неотвратимости это и создает последствия методичности исполнения решений и вообще функционирования этих институтов. Марк Захарович, Госдума ужесточила закон об инагентах. Теперь инагентом уже можно стать просто за попадание под иностранное влияние. Это мысли, преступления. Нельзя участвовать в выборах, нельзя преподавать юридическим лицам, нельзя участвовать в системе страхования вкладов. Это прямое и откровенное поражение в правах. Это же логика, которая развивалась в преследовании евреев в Третьем рейхе, и Дума приняла закон об инагентах вместе с новым, еще более суровым законом о так называемой гей-пропаганде. Это все аналогичные законы тем, что были в Германии в 30-х годах. Как считаете, зачем Путин вводит законы аналогичные гитлеровским? Это вы по адресу обратились. Я не гей, но я иноагент. То есть это как бы на меня распространяется напрямую, я вообще ничего не могу. Да и не хочу, кстати, сказать. Я в путинской России. А знаете, я вам так отвечу. Пусть принимают что угодно. Вообще не ценно ничего. Не важно ничего. Что они там принимают? Завтра они... Знаете, был такой диссидент Синявский Даниэль их судили. Даниэля судили. У него был замечательный рассказ, за который его, собственно, и судили в конце 60-х годов. Диссидента Даниэля, Юлия Даниэля, писателя. Он говорит, говорит, Москва назывался этот рассказ. Прочитайте, он в интернете есть. Там был день в Советском Союзе, когда... Ну, сюжет. Когда можно убивать людей. Вот, можно друг друга убивать. День объявленных убийств такой. Вот я хочу сказать, что они завтра могут объявить, что можно вот людей кувалдой на улицах убивать. И, в принципе, я вот говорю, мы дошли до такой стадии, когда вообще, так сказать, это не имеет значения. Насколько это напоминает Гитлеровское говорение? Вполне напоминает. Вполне напоминает, в принципе, суть системы при всей ее лапидарности. Вот, она примитивнее. Все-таки нацистская Германия была основана на специфической немецкой идеологии нацизма. Вот, глубоко укоренен. И в ней была традиция бюргерская, в общем, и интеллектуальная тоже, и так далее. В России с этим беднее намного. Вообще беднее по мысли. Поэтому, значит, все на вот таком уровне, ну, как бы сказать, туалет на улице. Вот так я бы сказал. Вот они и про иноагентов, и все остальное делают так же. Ну, вот посудите сами, они и в иноагенты записали двоих человек, по-моему, уже больше. Граждан Украины, небезызвестных вам Дмитрия Гордона, Тараса Березовца, он сейчас офицер, находится на юге, воюет. И, значит, по-моему, еще моего приятеля Романа Цымбалюка. Ну, вот нормальные люди могут, вообще говоря, иноагентами сделать иностранцев. Граждан Украины, которые даже не имеют российского гражданства. Ну, вот это нормальные люди, в принципе. Это говорит, во-первых, об уровне идиотизма, то есть там юристов нет, там одни начетники, я бы так сказал. А во-вторых, ну, скажем так, все это вообще не имеет никакого законодательного или иного основания, оно от ноги действует, понимаете. Ужесточает закон, не ужесточает. Ну, вот мне, как человеку, живущему в Европе, это абсолютно начхать. Вот. Поэтому то, что они делают, да, соответствует практике национал-социалистической, да, безусловно. То есть нужна сегрегация, жесткая сословность, потому что есть люди особо ценные для общества, которые могут вообще все вот расстреливать на улице, им разрешат, еще вот кувалдой бить, как в рассказе Даниэля, по вышеприведенному. А все остальные должны быть поражены во всех каких угодно правах. Вот иноагенты – это какие-то такие особые враги, которых можно поражать в правах. Обычное население, их можно отправлять на убой. У них прав даже на жизнь нет, на самом деле. И так далее. То есть это, безусловно, практика вполне себе людоедская, ничего нового. Они к этому шли, но вот сейчас уже от души, от себя как бы начали. Понятно. Спасибо вам большое, Марк Захарыч. Марк Флейгин был с нами на прямой связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова